с данным выпуском мне очень помог магазин мир струн точка ру струны аксессуары для гитары и даже игрушку rock smith вы найдете здесь либо вконтакте доставка по всей стране всячески рекомендую к посещению привет с вами иван и сегодня ко мне заглянул в гости денис эпов замечательный звукорежиссер и могучий профессиональный электрогитарист да и вообще не только электро все я гитаристы россии денис расскажет нам что он думает о бытовых звуковых картах таскам 4 на 4 мой таскам фокус райт соло маленькая и уютненькая железненькая это собственно фокус райт дэна все карты кстати куплены нами за деньги поэтому не думайте что это какая-то там проплаченный пиар ничего подобного и у нас есть м-аудио м-трак и кстати через таскам вы сейчас собственно слышите наш разговор а самом начале звучал тоже таскам на с гитарой моей гитарой семиструнка sd custom guitars сейчас я предлагаю вам послушать это все дело в треке и может быть вы услышите разница а мы все понимаем что довольно таки сложно через youtube и через все эти компрессии перекомпрессии даже в 1080 качестве расслышать и вообще какую-то эту тонкую цифровую разницу между цифровыми девайсами но ты имела возможность через все их поиграть скажу сразу что прибор таскам и прибор фокус райт одного уровня очень хорошие карты я бы не назвал их полупрофессиональными то есть там вообще никаких претензий к звуку нет то есть на им аудио сразу конечно разница почувствовалась на им аудио сразу разница почувствовала им аудио конечно честно говоря даже по внешнему виду пластиковый такой довольно дешевенький корпус выдает что это более дешевая карта на когда-то 100 долларов стоило эти карты focus right таскам просто по количеству портов дороже есть у каждой карты особенность своя а у таскам и требуется дополнительный блок питания но этот блок питания дает большую выходную мощность она сильнее качать монитор однако вот дэн на твой вкус хватает громкости у focus right а более чем никогда на максимальной громкости даже не работал и при этом focus right также как им аудио не требует этого самого блока питания дополнительного китания нет здесь у focus right очень все упрощено по входам по выходам минимальный минимальный набор 48 подобное питание вольт мониторинг единственное чего я вижу focus right единственная карта у которой выходы тюльпаны так называемые они джеки большие как у остальных карт балансные тебе это как-то смущает совершенно не смущает ты подключаешь своему так сказать какие у тебя мониторы дома может быть нашим зрителям будет интересно я в эту карту брал в основном для разъездных работ каких-то то есть чтобы можно было там ноутбук карточку положить в сумку поэтому я в основном таскаю с собой наушники спи такие относительные недорогие и не дешевые в то же время то есть тогда ответь на пару вопросов во-первых какой из трех карт и можешь сразу порекомендовать ну однозначно и focus right и таском то есть все и все зависит от необходимости одновременного одновременные записи инструментов да то есть если нужно сразу записывать несколько инструментов то тогда естественно таском если достаточно одного входа то focus right меньше удобнее мобильнее ну вот и как бы просто я хотел небольшую ремарку сделать ты просто вначале сказал по поводу там бытовые полупрофессиональные там еще что-то просто в свое время я уж не помню какой это год был я был эндорсером нескольких музыкальных фирм там паркер тиси электроник еще что-то и вот стиси электроник мы периодически переписывались по этому поводу то есть я им задавал какие-то вопросы а почему вот вы не делаете там в частности у них есть такой огромный девайс джей систем гитарный который просто там тяжеленный большой это там коммутатор такой можно коммутировать всякие усилители он сам все включает переключает то есть там опять же очень большой набор каких-то обработок и когда я им задавал вопрос почему бы в этот девайс не вставить спикер-симулятор ответ мне был такой пафосный слегка то есть вот именно с высока да то есть сказали ну че электроник выпускает оборудование для крутых музыкантов которые работают на большой сцене то есть как правило то есть они не нуждаются ни в каких спикер-симуляторах потому что это все у них есть с усилителями да и ровно через год ровно через год сама фирма тиси электроник на музыкальной выставке во франкфурте на майне сама сделала такое заявление что времена больших студий канули в лету и фирма тиси электроник начинает потихонечку переквалифицироваться на выпуск девайсов для маленьких продакшенов то есть том-то и дело что me словами то что раньше считалось бытовым сегментом перестал таковом быть она стала раньше вообще не была как такого бытового сегмента то есть это были либо действительно какие-то бытовые карты для для игрушек для игрушек да то есть какие то то есть либо уже начались серьезные какие то есть сразу какие-то фирмы там кто-то раньше кто-то позже там тут же дизайн, да, все долгое время работали на Pro Tools HD, то есть, когда компьютеры не имели такой мощности, да, то есть, поэтому люди, профессиональные саунд-продюсеры покупали Pro Tools HD за очень много денег, потому что у него были свои процессора, он не использовал мощность компьютера. Соответственно, как бы это стоило очень-очень дорого. А потом, когда вот потихонечку-потихонечку компьютеры нарастили мощность, появились такие технологии, когда это уже, ну, то есть, профессиональная звукозапись стала доступна в домашних условиях, то, соответственно, та же фирма DigiDesign выпустила свою карточку M-Box, то есть, которая была с очень профессиональной, там все очень круто, там очень профессиональные... Сапы АЦП, да, гостоящее. Да, то есть, очень-очень хорошие. И вот, собственно, вот с этого M-Box все и началось. То есть, остальные фирмы потихонечку начали перепрофилироваться, и, собственно, там та же фирма Focusrite, там та же фирма TC Electronic выпускает такие девайсы. Мы назовем этот сегмент мобильно-профессиональный сегмент. Да, это профессиональные, профессиональные карты для маленьких продакшн студий, то есть... Итак, чтобы поджитожить, M-Audio M-Track, тебе все-таки кажется достойной этого профессионального сегмента, или вот есть в ней какие-то... M-Audio M-Track я бы порекомендовал людям, которые не занимаются там какой-то профессиональной деятельностью, а только начинают свои там какие-то первые шаги в звукозаписи, то для того, чтобы, в принципе, понять, как это работает, вполне... И задёж его, кстати. Да, вполне хорошая карточка, чтобы человек, в принципе, понял, да, что он может записать гитару там и так далее и тому подобное. Но на твой слух, как она вот по звуку? Она мылит, мылит, то есть у неё всё-таки, да, то есть вот ты её играешь, сразу такое впечатление, как будто... Покрывалом накрыли. Как будто накрыли покрывалом, да, то есть звук... Я тоже заметил. Звук... Причём это заметно как на миксе, так и именно в тот момент, когда мы записывали гитару, когда вы это делали. Да, да. А вот с точки зрения, как бы, уже... Удобств. Хорошего звука, то Tascam, Focusrite, там, Epoge, We, как не силились, мы не смогли записанный микс различить по звуку, где Tascam, где Focusrite. Может быть, вы сможете. Спасибо большое, Дэн, что пришёл и поделился опытом с высоты своего профессионализма. Спасибо, что пригласил. Пока. Пока.